Итак, господа, трёхраундовый поединок в лёгко-весовой категории Представляем героев этой схватки Спортсмен в синем углу Ему 21 год, рост 170, 80 сантиметров Профессиональный рекорд Три боя, три победы Он представляет республику Северная Осетия, Алания Город Владикавказ Приветствуйте! Георгий Цукиев И его соперник в красном углу Ему 24 года, рост 170 сантиметров Профессиональный рекорд Три победы, два поражения Он представляет Чеченскую республику Город Грозный в красном углу Ислам Умаров Рефери поединка Ашота Шаген Анапа Ну что ж, смешанное единоборство знают уже Не знаю, можно ли сказать осетинскую школу единоборств Но осетинских бойцов единоборств точно Ну, про чеченский не стоит говорить И так всем понятно Да, ну в Осетии действительно в последние годы Очень много бойцов появилось Конечно, в первую очередь это Марат Балаев Пусть он и в Санкт-Петербурге тренируется Тем не менее, есть Батрас Агнаев Есть Коргинов Коргинов Имя из головы, к сожалению, вылетело Тоже очень классный боец Ну и вообще, в принципе, в лиге ACA Беркут Ян Гигглс много очень классных, качественных бойцов Кстати, один из чемпионов Или даже два чемпиона, по-моему, из этой республики Беркут Ян Гигглс Да, это дорогого стоит И добавляет, соответственно, интриги в этот бой Бой начинается ярко, с жестких таких ударов Не сказать, чтобы все удары сейчас прошли Ну, а про какой бой, так можно сказать И отличнейший лоу-кик Затем еще двойку Пытался еще работать левой рукой В конце уже не дошло Но вот лоу-кик зашел очень жесткий Хай-кик блокирует Умаров Отличная атака в исполнении снова Ислама Умарова Георгий, очень распространенное на Кавказе имя Особенно в Осетии В честь одного из самых почитаемых святых Например, один из известнейших осетинских боксеров Взял такое прозвище Георгий Победоносец Ой-ой-ой-ой Жесткий мидл-кик в область печени Но Ислам Умаров показывает, что все в порядке Однако, слышали какой шлепок? И обратите внимание И там есть небольшое пока что Такое небольшое покраснение И еще один мидл-кик четкий Конечно же Исламу нужно аккуратно Насколько у него хороший корпус То ли набитый, то ли действительно сейчас на адреналине Как-то вот То ли попало не очень точно Но очень жесткий удар Мне кажется, чуть повыше он попал В угуст ребер Что, кстати, не всегда лучше Потому что ребра у нас тоже имеют свойство ломаться Особенно если те самые, что чуть выше То бишь плавающие ребра Будет ли перевод? Кстати, очень интересно Всегда приятно видеть, когда вот этот вот зацеп Контратакуют подхватом То есть разворачиваются и делают на прием-прием Ни то, ни другое не получилось у спортсменов Но контроль сейчас за Исламом Умаровым Ну вот сейчас, буквально вчера мы комментировали турнир В памяти первого президента Кабардино-Бакарской республики Валерия Кокова И вот в финальных боях Зрители ACB TV наверняка наблюдали Несколько сразу осетинских бойцов участвовали И вот именно они Зачастую именно борьбой затаскивали Смотрите, есть попытка Кимуры Выпрямил руку Нет, уже не будет Но взял очень интересно Отконтролировать не смог сейчас Григорий Цубьки А Ислам Умаров все-таки, обратите внимание Взял таки Доминирующее положение Классическая работа Корпус-голова Как далеко сможет зайти? Сможет ли эту позицию реализовать на все 100%? Ну, минуты 50 у него для того, чтобы ответить на этот вопрос Мы видим, что Григорий не спешит пока встать То есть, видимо, хочет подышать Или ждет более удобного момента Когда, например, Ислам начнет отрываться И начнут создаваться люфты То есть, некий зазор, расстояние между обоими спортсменами Попытался сейчас такую классическую работу Выполнять Ислам Умаров Корпус-голова Вот очередная вот эта комбинация Его исполнения Да, пока мы видим, что не оттягивается Для нанесения более акцентированных ударов Ислам Умаров Ну и, судя по всему, такой задачи нет Пока подсказывают ему угловые действовать чуть свободнее Чуть спокойнее В полубоковой контроль выходит Умаров Да, постоянно контролирует ногу Ислам Георгий Цукиев Григорий Григорий Кстати, распространенная очень такая Ну, как бы это сказать Наша комментаторская ошибка Например, есть братья Кичигины Один из которых Георгий, другой Григорий Ну, вот у нас с вами опять разные данные Да, у нас разные данные И кто из нас ошибается, мы не знаем Ну, это если полагаться на тот карт, который нам предоставили организаторы То Георгий И на плашке тоже именно Георгий было написано Поэтому давайте я принесу извинения Всем болельщикам этого спортсмена Вот В любом случае Сейчас он показывает себя хорошо Но недостаточно Достаточно для первого раунда Показывает сейчас именно Услам Умаров Который, по-моему, этот раунд и забирает Да, потому что большую часть он контролировал Атаковал, делал ровно столько, сколько необходимо Для того, чтобы рэпери Ашота Шугян не поднимал бойцов в стойку А мы знаем, что Этот судья требователен бойцам Требует от них активности в партере Сейчас очень неудачно В углу осетинского спортсмена рассыпался лед Ну, секунданты таким образом потеряли Некоторое количество времени На то, чтобы его собрать Вместо того, чтобы помочь восстановиться спортсмену Несмотря на это, у Цукиева Сейчас мы видим, он стоит на ногах И восстанавливается стоя Что говорит о том, что он не так устал, как могло бы быть У этого еще есть дополнительное преимущество Что не пережимается кровообращение У сидящего человека на стуле Оно все-таки работает не в совершенстве И человек, соответственно, становится чуть-чуть дольше Ну, по крайней мере, есть такая точка зрения Заряжен, заряжен, конечно, Ислам Умаров Ну, и мы видим, очень здорово ногами работает Георгий Цукиев Отличная комбинация в исполнении Ислама Умарова Сразу несколько ударов в голову Да, на кратке такие боковые Проход в ноги Удачный Как спрятал, да? Как спрятал, хорошо Классический проход смешных единоборств Ну, вроде бы и классический Но вот настолько качественное исполнение Это все-таки редкость Потому что пробуют-то все А получается-то, в общем, пробуют в десятой части Здорово, очень в скоростном таком ритме Спрятал этот проход И что-то мне подсказывает, что опять осетинский спортсмен Не будет как-то особенно торопиться вставать Не чувствует он в себе, видимо, достаточных для этого ресурсов Ну и это, давайте скажем честно Это очень тяжело То есть пока ты будешь вставать Потратишь очень много сил Подождать и найти Попытка удушающего, нет? Нет Подождать и найти какой-то в этом плане прием Или какой-то люфт Концентированного внимания Уделять этой гильотине Потому что, понимал, незаправленные ноги Все-таки тяжело такой прием провести Ну да, действительно И там надо прям чувствовать, что забрал шею Иначе просто потратится сила А может быть еще и позиция ухудшится Не всегда это того стоит Просит забрать руку, вот напорную руку Цуккиева Ислама Умарова Я так скоро начну понимать чеченский Но это не точно Еще такой отбивающий бедра, удар коленом В исполнении Ислама Поднялся все-таки Георгий Да, держит захват на пояснице Очень хороший захват Много чего оттуда можно сделать Две с половиной минуты тем временем до конца раунда у нас Да Георгий, однако, все-таки так или иначе улучшил свое положение Видимо, ненадолго Потому что, что называется, завязал шнурки сейчас Ислам Умаров Опасно, кстати, вот так вот приземляться на собственную руку Я видел, как просто рука складывается Как конверт Очень тяжелое зрелище, конечно Ну, в данном случае спортсмены подготовленные И мышцы, тело у них подготовленное достаточно Для того, чтобы Такую угрозу Эту угрозу Минимизировать Снова поднялся Снова поднялся Ситтинский спортсмен И кто его знает, может быть Как раз сейчас у него и откроется второе дыхание За минуту 30 до конца второго раунда Это еще совсем не поздно Вроде бы даже, кстати, попал сейчас неплохой удар И вот классический, кстати, контрприем Здорово А не попробовать ли сейчас, к примеру, гильотину или анаконду Или еще какое-то из удушающих действий Можно и просто попробовать зайти за спину И реализовать контроль за счет ударной техники Как ему, по-моему, сейчас и подсказывают секунданты Нет, заблокировал это действие Ислам Умаров Стойка, стойка клинч Колено добавляет Ислам Умаров И есть, есть, есть первый перевод в исполнении Георгия Цуккиева Так, а что он сможет сделать в доминирующем положении? Вот очень важно часто такие моменты Именно с моральной точки зрения Если что-то все-таки начинает получаться То еще целый раунд будет у Георгия Для того, чтобы это чувство реализовать Чувство часто это имеет очень тесную связь С, ну, не знаю, с настройкой, что ли, можно сказать, себя То есть, когда мы чувствуем себя хорошо И складывается порой все действительно хорошо А когда мы чувствуем, что у нас не получается То мы тем самым и закрываем себе потенциальные возможности Которые как будто случайно потом порой выстреливают Ну и концовку все-таки второго раунда Георгий Цуккиев забрал Ты выровнял, по крайней мере, вот такое впечатление Однобоко уже второй раунд не производил Посмотрим, в итоге повлияет ли это на решение судей Посмотрим, насколько повлияет вернее Ну, все равно вполне возможно то, что и второй раунд остался за Исламом Умаровым Все-таки большую часть, да, он контролировал, он доминировал Хотя, давайте поможем уравновеситься нашим телезрителям Все-таки концовка у судей оценивается особенно Да, она всегда И тем более, когда это не последние 30 секунд, а чуть больше времени И в любом случае, третий раунд, он решающий Да, так или иначе, что бы ни происходило до, всегда есть Даже на последних секундах возможность закончить будет досрочно Такая-то история или нет? Вот он третий раунд, сейчас покажет Итак, Георгий Цукиев и Ислам Умаров Третий раунд Поединка Левым джебом начинает Ислам Умаров Отличный бедо кига от Цукиева Сейчас попытка перевода будет И успел сконтрить сейчас немножко Ислам Ну, в силу еще, кстати, того, что Георгий не взял хорошо захват при этой своей атаке Вот в такой стиле Мурада Мачаева захват Через одну ногу не смог реализовать и заблокировал его Ислам А Вихрен налетел-то Да Опасно, опасно было Сейчас будет пытаться, конечно, развернуть Ислам Умаров По крайней мере, нужно ему это делать Ну, а Георгию когда еще? Вот сейчас Вот он и он Да, сейчас шанс как раз-таки Георгия Цукиева Ему нужно проявлять свои сильные стороны Свою Пытаться доминировать Потому что Ну, как минимум, он пока что не выигрывает Может быть равный поединок пока что То есть, по подсчетам судей И вот здорово разворачивается все-таки Ислам Умаров И он близок к тому, чтобы перевести соперника Классный бросок А я переводит Обратите внимание, как много проходов Сегодня уже делается именно за счет стены То есть, за счет того, что захват берется у стены Ведь это существенно проще взять захват Когда, как бы, сопернику уже некуда отступить И началась эта, ну, как бы, профессиональная работа с этими элементами Отсюда и результат Спортсмены, не знаю, половину, не половину Но в очень большом процентном соотношении Реализуют именно Работу у стены В большей степени, нежели работу Ну, условно, скажем, в поле Ну, видно большое внимание На тренировках В последнее время бойцы вообще различных команд Различных школ Уделяют именно этому аспекту Ну, и технически материальная база, конечно, у клубов Потихонечку улучшается У большого количества клубов уже сейчас есть клетки У кого нет, обшили матами стены Что можно использовать также для наработки этих элементов С чего мы начали как раз То и можем повторить Смешанное единоборство шагает вперед И очень-очень быстро И еще один бросок Поспешил я с этим Да нет Очередной бросок Да, он не так эффективен, как в той же вольной борьбе Но это бал Да, но это бал Это в то же время энергозатрат Не подумайте буквально Бал Но так или иначе Судьи это, конечно, обязательно отметят В графе тегдаун У нас чуть более двух минут остается все-таки Пока предпочтительнее Ислам Умаров выглядит в данной конкретной ситуации Да, Георгию все большее чудо нужно совершить для того, чтобы выиграть этот поединок Ислам не отпускает Вот он прям нацелился на то, чтобы не отпускать ноги соперника Не выпускать его из-под себя Ну и тяжело, конечно, когда концовка третьего раунда Такого изнурительного поединка Находить себе какие-то резервы Чтобы подняться, да, вот из-под соперника Ну а что сейчас еще нужно Исламу Умарову? Да только контроль По-хорошему этого вполне достаточно для того, чтобы оставить должное для победы впечатление у судей Непонятно, сейчас был то ли удар по затылку, то ли все-таки нет Ну это все оценивает рефери Так или иначе, вроде бы сейчас ущерба никакого Георгий не получает Но так, а будет ли сейчас прием? На Кимуре вполне себе есть рука Но рука прямая, значит, соответственно, можно попробовать здесь Либо согнуть руку и сделать узел Либо попробовать сделать рычаг Время еще для этого есть у Георгий Киева Очень непросто сделать все из этого положения Надо пробовать какое-то другое Но вот пока встал за счет этого захвата Будет ли попытка проведения приема? Мы знаем очень громкие поединки, которые... Да, есть попытка, но очень, по-моему, растянулся Или будет? Или будет? Нет, выкрутил руку Да, все-таки выкрутил руку И там сейчас доминирующие позиции Последние 35 секунд находится Было опасно, но недостаточно Все-таки с Кимура уже все научились выходить Во времена Прайда, конечно, это смотрелось как что-то невероятное Очень красивый прием Но уж слишком классическим он стал Слишком стал классическим Выучили практически все защиту от него И думаю, что можно поздравить болельщиков Ислама Умарова с победой Я вот сейчас увлекся, услышая секундантов Ислама Умарова Как увлекательно подсказывают Да, Байолей Тарамов, как он просто заряжал его Не было там каких-то таких тактических подсказок Просто мотивационная речь Забирайся и бей просто Ну если так выражаться, уничтожая его Вот так вот это было Ну, в корректном смысле Да, в корректном смысле, конечно Ну, это имеется в виду, конечно же, спортивной составляющей Ну что ж, поединок завершен И здесь, наверное, ну... Ислам доволен Да, Ислам доволен И... Кажется, есть причина для действительно этого удовлетворения Потому что... Ну, а что поставить за счет... Ну, за счет Георгия Шикарный мидлкикинг Шикарный Несколько раз прям очень хорошо сработал Действительно здорово Но вот по тейкдаунам, конечно, решилось слишком много времени этого раунда В пользу Ислама Умарова В пользу его доминирующего положения Ну, наверное, это было... Это было очевидно Ислам Умаров выглядел лучше своего соперника Поздравляем его, его команду Ну, и Георгий Цукиеву Спасибо за тот характер Ну, и спасибо ему за эти прекрасные мидлкики Да, и, в общем-то, спортсмен очень интересный И оставался опасным до конца Поэтому хотелось бы его еще увидеть Так или иначе показывает яркий бой Горели заклетами тут Ядра изрыгали пушки В атаку всадники идут На краю лесной опушки Не сломлен яростью вражда